Запись включаю, запись пошла. Итак, как говорится, добрый день, друзья, дорогие гости сегодняшнего нашего мероприятия. Меня зовут Татьяна Малахова. Я являюсь региональным куратором компании Skyward Community в городе Самара. И с сегодняшнего дня я буду являться спикером вебинаров для новичков. В общем, по очень интересной, актуальной на сегодняшний день теме. Эта тема связана с развитием инновационной транспортной структуры. Так называемым струнным транспортом второго уровня. Я, конечно, постараюсь донести до вас простым, понятным языком эту, казалось бы, очень сложную тему. И расскажу, конечно, как работает эта инновационная транспортная технология, какую пользу проекту можете принести вы. И, главное, какую выгоду вы получите, участвуя в нашем проекте. Итак, одно могу сказать, что, в принципе, участие в таком международном, глобальном проекте – это очень престижно и выгодно. Конечно, выбирать будет только вам, присоединиться к великому, идти в ногу со временем или, как прежде, плыть своим курсом. Итак, добро пожаловать в мир инноваций и больших возможностей. Хочу сразу сказать, что такое SkyWay. SkyWay – это надземная, высокоэффективная транспортная технология, которая, в принципе, не имеет аналогов в мире вообще. Это скорость, безопасность, доступность, экономичность, бережные отношения к окружающей среде. И основная задача SkyWay является, конечно, SkyWay, SkyWay комьюнити фонда, который сейчас существует вместо SkyWay Capital, является финансирование проекта SkyWay для того, чтобы в скором времени вывести инновационную транспортную систему на мировой рынок. Так вот, хочу сказать, что давайте начнем с истории. Технологии, с того, как она, в принципе, начиналась, и немножечко заглянем в прошлое. Вы знаете, что, скажем так, в свое время, 100 лет назад, художники-фантасты изображали будущее вот таким вот образом. И компания, кондитерская компания NN, российская кондитерская компания, туда в коробки с конфетами были вложены вот такие иллюстрации, которые изображали будущее, будущее нашей страны. В смысле, будущее планеты вообще в целом. То есть уже тогда люди мечтали о том, чтобы как изменить мир к лучшему, изменить все его параметры, чтобы было жить легко, комфортно и интересно. Так вот, конечно, изображался вот такой вид транспорта. Обратите внимание, что рядом с цифрой 1914, здесь как бы иллюстрация, там где вот эти цифры, там есть ажурная эстакада с подвесным вагончиком. Вот именно такие вагончики, о таких вагончиках, в принципе, и будем о сегодня говорить. Это было 100 лет назад, и в то время этот самый фантаст как бы предполагал, что через 200 лет вот такие, такое транспортное средство будет действовать на планете в целом. Итак, вот дальше, дальше как бы вот на таком слайдике, да, видно, что вот он изображал уже картину, когда такой вот необычный транспорт, и он достаточно точно предсказал, что будет твориться на земле столпотворение людей. Посмотрите, что творится, как бы, да, вот он изображал это на своих иллюстрациях и вкладывал вот эти иллюстрации именно вот в коробки с конфетами, чтобы люди могли видеть, что вообще как бы он представлял себе это будущее. Вот, и что нужно уже для этого сделать. Вот, а это уже как бы ситуация нашего нынешнего времени. Посмотрите, то, что предсказывал, так сказать, художник-фантаст 100 лет назад, оно сейчас уже в реальности, в действительности, на дорогах сплошные пробки, сплошные аварийные ситуации и загруженность, перегруженность транспортными средствами. Так вот, согласно статистике, более полутора миллионов человек за год на всей планете гибнут именно в автомобильных катастрофах. Это в общей сложности намного больше, чем, значит, гибель от каких-то производственных травматиков, от стихийных бедствий, от военных конфликтов и даже от террористических актов. Так вот, транспортные коллапсы влияют на экономику очень негативно. Перегруженные порты не успевают обрабатывать грузы, и, естественно, это все влияет на, очень негативно влияет на экономику. То есть грузы из суда стоят, вынуждены простаивать в ожидании своей очереди. Вот такая перегрузка в портах творится уже на сегодняшний день. Итак, давайте обозначим уже две проблемы, о которых мы уже рассказали. Это перегрузка транспортных путей, отсутствие безопасности, и вот с этими проблемами уже нужно каким-то образом решать вопрос. И пойдемте дальше. Вот смотрите, строя дороги, человек как бы вторгается в природу, а она как бы живет своей жизнью и сопротивляется человеку. Смотрите, вот все наработки, которые сделал человек, природа просто сметается своего пути, рушатся дороги, рушатся мосты, там заносы, снежные заносы, и с бураном, с песком заносятся вот эти самые дороги. И сводят на нет все усилия, так сказать, человека. Ну, кроме того, человек, конечно, очень настойчив. Настойчив настолько, что начинает забывать о том, что сам убивает свой собственный мир, в котором он живет. Посмотрите, что творится. Загрязняется почва, задымляется атмосфера, просто умирает практически, вымирают вот эти самые природные все ресурсы, да, природные леса, там, я не знаю, водные пространства, страдают животные, птицы. И ярким примером, конечно, может стать то, что вот недавно произошла очень серьезная крупная катастрофа в Норильсе. В Норильске вы об этом все слышали. И там произошел разлив нефти, что очень загрязнило всю почву. Настолько большой объем, что такой, значит, можно было наблюдать даже из космоса, насколько это был огромный объем выгруженной, так сказать, вылитой нефти, и которая отравила практически огромную территорию Земли. С этим, конечно, нужно было бороться. И так, тем не менее, вот, хоть природа где-то и сопротивляется, да, но уже она просто не в силах сопротивляться вот таким вот, таким вот задымленностям, таким газом. И так, обозначим еще одну проблему, да, проблема загрязнения окружающей среды, которую тоже нужно решать уже в ближайшее время. Очень много, так сказать, было попыток решить проблему выхлопных газов. Предполагалось, предлагалось, как бы перевести автомобильный транспорт на использование электроэнергии, но проблема этой экологии не решится, потому что... Электророзетки, автомобиль тем самым подключается к электростанции, а сами по себе электростанции, они же это работают на угле, на газе, на нефть, на атоме, которые естественным образом загрязняют атмосферу этими вот этими газами. Вот опять, как бы, такая еще одна проблема, которая звучит так, большой расход энергии. Что она из себя представляет? Вот, чтобы решить какие-то вот эти проблемы, да, во многое, значит, в разное время предлагались разные способы, и люди пытались подняться с поверхности Земли именно на второй уровень, где нет проблем с прокладкой дорог, по ямам, обрагам, рекам. Но это сводилось лишь только к решению одной проблемы, скажем так, загруженностью, наземным транспортом именно территории. Вот, это только вот эта проблема решалась, а в самом деле увеличилась другая проблема. Именно материалоемкость, трудоемкость, создание вот этих вот транспортных, транспортных таких путей. Это нужно было строить, эксплуатировать, затрачивать на это, на стройку, на эксплуатацию таких вот подъездных путей, огромные средства. И это тоже не спасало от, так сказать, всех остальных проблем. Итак, в свое время в Германии предлагали такой вариант, чтобы тот же самый трамвай, он крыши, на крыше, значит, у них устанавливаются вот эти самые колеса, которые, прикрепляясь вот в подвесном варианте, передвигался вот такой вот трамвай по этой самой путевой структуре. Но, опять же, проблемы не решались, потому что сама путевая структура очень дорогая, очень как в строительстве, так и в эксплуатации. Точно такая же тема и в Китае. Вот такая дорога, она сейчас существует, то есть по такой, значит, путевой структуре ездит вот такой транспорт, тоже как бы перевернутый трамвай, да, можно так назвать. Он прикрепляется тоже в подвесном состоянии, передвигается вот по таким дорогам. Сами по себе дороги строить их очень дорого, материалы емко и очень затратны. Так вот, достаточно посмотреть вот на этот слайд, да, здесь вот человек, который на роликах передвигается по так называемому натянутому канату. Это такой способ передвижения, да, в принципе, его можно было бы использовать, как бы совместить, скажем так, вот эти самые ролики, да, стальные, и если установить на них, там сказать, электродвигатель и пустить по такому рельсу, то получим совершенно уникальнейшие транспортные средства. И вот именно такую технологию и о такой технологии, которую, в принципе, вот можно такую запустить, мы будем сегодня говорить. Так вот, единственное, что не нужно путать, скажем так, вот фуникулер, который слева изображен, и транспортная такая система канатной дороги, которая, ну, тоже вроде является транспортом, но отличие у него в том, что у этих транспортных средств нет своего собственного двигателя. Они передвигаются с помощью вот этого самого каната, который вытягивает как бы наверх, значит, фуникулер, и точно так же вот по канатной дороге этот канат перетягивает эти транспортные средства. И он, в принципе, ничего общего не имеет как бы с видом транспорта, единственное, только внешние сходства. Ну вот транспорт, который мы сегодня будем с вами рассматривать, он имеет собственный двигатель и собственную путевую структуру. Смотрите вот на эти вот самые картины, что это уже действующие, созданные такие транспортные средства, и передвигаются они по путевой структуре именно вот на таких вот, так сказать, таких вот трассах. Так вот, посмотрите, о чем говорил в свое время генеральный конструктор SkyWay Анатолий Эдуардович Емитский. Он является создателем этой технологии. Так вот, он говорил, что мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль. Заметьте, не просто транспорт, а отрасль, которая по потенциалу не уступает таким отраслям, как авиационная, железнодорожная, автодорожная и прочее. Так вот, его слова как бы, да, действительно стали призывом к тому, что многие, значит, люди планеты, они присоединились к проекту. Итак, что, в принципе, как можно передвигаться комфортно из одной точки поверхности Земли в другую? В принципе, вот для того, чтобы передвигаться, скажем так, из точки А в точку Б, да, вот по такой вот неровной такой рельефной поверхности здесь, в принципе, нужно было бы сделать какие-то насыпи, внедриться в природу, создать какой-то многослойный, там, двухметровый фундамент под дорогой, только потом прохладывать рельсы, пустить подвижной состав. Но чтобы избежать вот этих самых тяжелых, как бы, вот таких затрат, и можно, в принципе, использовать такой канатную, такой вот струнную дорогу. То есть канат, который натянут, как струна. Вот посмотрите, вот именно таким вот образом можно натянуть этот канат закрепить, там, скажем, в земле, вот как закрепляют концы в земле, подобно тому, как в гитаре закреплены струны на корпусе. И, в принципе, здесь уже можно обойтись без промежуточных опор. То есть убрать вот эти самые промежуточные опоры и поместить определенный корпус в саму струну, закрепить ее там, и будет создан уникальнейший, уникальнейшая такая, так называемая, рельс, струна, по которой можно будет передвигаться очень даже комфортно. Так вот, на этой основе и были... Так, давайте сейчас посмотрим. Что такое вот в разрезе, можно посмотреть, из чего состоит этот рельс. В принципе, он состоит из корпуса рельса, через который протянуты пучки высокопрочных и таких предварительно натянутых струн. И вся эта система, значит, фиксируется таким наполнителем, который является как бы фиксатором, упрощает стенки, консервирует и шумопоглощает. Вот это все, значит, при движении происходит такое шумопоглощение. И сверху крепится головка рельса, она абсолютно ровная, абсолютно неразрезная, что и обеспечивает ровный и плавный ход транспортного средства. Так вот, на этой основе, как говорится, можно создать три вида путевых структур. У каждого из них свои задачи и свои преимущества. Это жесткая, полужесткая и провисающая. Ну, об этом, в принципе, потом можно будет поговорить. Итак, ну и, конечно же, конструкции, конечно, имеют противосходную систему. Вот, посмотрите, пожалуйста. Противосходная система, которая... Так, это мы еще перекинули. Так, имеет специальную противосходную систему. Вот, чтобы уменьшить нагрузку, скажем так, на вот эти самые... Уменьшить нагрузку на саму путевую структуру. Вот, посмотрите, да, значит, противосходная система состоит, значит, мотор-колесо, который встраивается в транспортное средство, и сама противосходная система, которая обеспечивает устойчивое, значит, положение транспортного средства на этой струне. И не дает ему, как бы, свалиться с рельса, да. Все это создано Анатолием Эдуардовичем Юницким. Это его ноу-хау, его собственные разработки. И это уникально. Так вот, здесь задача стоит о том, чтобы еще, как бы, снизить нагрузку на саму струну, когда будет передвигаться какое-то средство. Каким образом можно снизить? Ну, скажем так, вот разделить это самое транспортное средство на, так сказать, отдельные вагончики. Они уже будут, значит, напряжение будет уменьшено намного. И пускать его, скажем, через каждые 10 секунд. Вот между ними, как бы, да, вот расстояние такое, где-то 10, может быть, чуть больше секунд. И вот в таком вот положении нагрузка на саму струну, на провисающую, на жесткую струну, она намного меньше, чем если бы ехал один очень тяжелый, так сказать, транспорт. Как, вот, как бы, вот этот самый мотор-колесо, ну, натуральную величину, именно вот такие мотор-колеса устанавливаются на, значит, транспортные средства Skyway. Это реальный аппарат. Так вот, значит, еще проблема, которая, значит, нужно снижать расход топлива, она зависит от, так сказать, аэродинамических характеристик. Но я сейчас не буду здесь вдаваться, что это такое за аэродинамическое такое сопротивление. Но скажу только одно, что расход топлива на преодоление сопротивления воздуха, он, конечно, зависит именно вот от этого аэродинамического сопротивления. Вот здесь два вида транспорта. Значит, внизу это уже действующий, как бы, автомобильный транспорт. И вверху наш созданный, так сказать, транспорт Skyway. И в чем различие? Посмотрите аэродинамические характеристики этого самого транспортного средства. То есть на наземный транспорт очень сильно влияют именно, значит, вихревые такие потоки и сопротивление при соприкосновении с поверхностью Земли. Наш же транспорт Skyway, он имеет форму капли. И, в принципе, на него не действует никакое сопротивление. Естественно, коэффициенты этого сопротивления в десятки раз, а именно в данном случае где-то более в 6 раз меньше, значит, сопротивление именно вот этого коэффициента для наземного транспорта. А это уже в действии наш, вот уже создан наш вот этот самый высокоскоростной красавец наш. Мы его называем так юни-лёд или дельфинчик наш, потому что он действительно похож на это удивительное, доброе, умное и очень быстрое животное морское. И просто восхитительно на него смотреть. Это очень, так сказать, умная машина. Она уже в действии и, в принципе, вот имеет такие характеристики, очень хорошие, очень выгодные характеристики. Итак, давайте определим все проблемы, которые мы уже вот сообщили. Это, значит, перегрузка транспортных путей, отсутствие безопасности у наземного транспорта, загрязнение среды и большой расход энергии. Вот со всеми этими четырьмя проблемами может вполне справиться транспорт Скайвей. Итак, транспорт Скайвей – это транспорт второго уровня, лёгкий, скоростной, экономичный и экологичный. По всем параметрам, по всем характеристикам, вот посмотрите на этой диаграмме, изображены вот теми столбиками, синими, это действующий транспорт уже там железнодорожный, автомобильный, там, я не знаю, трамвай и всё прочее. А зелёным изображено, значит, транспорт Скайвей. И посмотрите по всем параметрам, что капитальные затраты, по эксплуатационные расходы, расходы энергии, пропускная способность, загрязнение окружающей среды и транспортная аварийность. По всем параметрам транспорт Скайвей превосходит все остальные виды транспорта. И это уже несомненно факт. Итак, даже вот по способу, по времени доставки, скажем, грузов и по стоимости доставки, опять же, Скайвей в самом выгодном положении находится. Ну и видно, что здесь тоже это показывает диаграмма на том, что Скайвей в самом выгодном по сравнению с такими инновационными, казалось бы, транспортными средствами, как монорельс, магнитная дорога и дорога Hyperloop, которую разрабатывает Илон Маск. Ну, в принципе, его, может быть, и скорости высокие, но у него очень серьезные материальные затраты на строительство и эксплуатацию вот этой самой дороги. По сравнению с тем, что у нас в Скайвей эти затраты практически минимальны. Скайвей, конечно, транспорт второго уровня, и мы это уже имели удовольствие наблюдать в экотехнопарке. Посмотрите, что вот одна путевая структура, по ней могут двигаться транспортные средства как подвесном, так и в навесном варианте. Вот в подвесном варианте, да, вот это так называемый юникар сдвоенный, да, с вместимостью там где-то, ну, скажем так, ну, достаточно, как вот в трамваях на дорогах, да, и сверху идет такой, значит, наш высокоскоростной дельфинчик, да, я его так называю, и он преодолевает расстояние со скоростью до 500 километров в час. Вообще он так устроен, что вот ему такие характеристики, в принципе, как бы легко преодолевать. Вот, посмотрите, создатель этого замечательного транспорта, да, транспорта является Анатолий Эдуард Чемицкий, наш, так сказать, великий человек, инженер, инженер, как бы и конструктор, создатель этого удивительного транспорта. И я вот хочу сказать, что, в принципе, я восхищаюсь его безграничной целеустремленностью, его мудростью, талантом и человечностью. Вообще таких людей в мире мало, но нам повезло, что мы соприкоснулись с этим великим достойным человеком и с его творением, и с тем, что он взял всех нас, так сказать, под крыло чудо-енелёта, да. Нам остаётся в знак благодарности за это помогать ему всеми возможными способами продвигать этот проект по всему миру. И радоваться и нести этот свет в наш мир. Вообще, в общем, хочется перефразировать, как бы вот слова известной песни, да. Наш юнилёт вперёд лети, мир озаряет добрым светом. Другого нет у нас с пути спасать свою планету. Так вот, на его счету очень много всевозможных разработок. Так, так, что-то у меня тут. Очень много разработок, расчётов. И, в принципе, тем, кому это очень интересно узнать, вообще все вот эти документы, которые были за 40 лет созданы, а именно 40 лет потребовалось, чтобы рассчитать, произвести эксперименты. И 40 лет понадобилось, чтобы его творение увидел свет. И для этого, конечно, нужно огромное терпение, иметь талант и настойчивость, и уверенность в своём творении, в своём детище. Ну, как бы подробно с его биографией также можно ознакомиться вот в такой книге. Эта книга написана белорусским писателем Анатолием Боровским. Он рассказал в этой книге, это «Юницкого небесной дороги». Это как бы новый вариант предыдущей книги, мы юницкие. Она переработана и дополнена новыми фактами. И в этой новой книге как бы повествуется о трудностях, которые встречались на изобретательском пути этого инженера «Юницкого». Как он преодолевал их, как он двигался к победе и сегодняшнему успеху. Конечно, книга сама по себе нацелена на оказание помощи проекту Skyway в поиске новых партнёров, инвесторов и просто неравнодушных жителей планеты. к тому, что к своему будущему и будущему своих детей, внуков, готовых присоединиться к многотысячной армии таких же и заинтересованных людей, способных принять активное участие в строительстве небесных дорог, земных и космических. И хочу отметить, что вообще существующий такой технократический путь развития нашей земной цивилизации оставил нам для принятия каких-то решений радикальных. И так уж много времени. Так что, если вам удастся найти, скажем, на просторах интернета вот такие публикации, такую книгу, хотя такая книга, конечно, в полном варианте можно было приобрести на одном из экофестов, но, скорее всего, можно будет их приобрести также через сайт Rail Skyway Systems. Очень интересный документальный роман. Вот все эти документы, все эти разработки, все эти, кстати, уже более семи вариантов транспорта уже создано, семь вариантов такого пассажирского транспорта и четыре варианта транспорта грузового уже создано, сертифицировано, уже обкатывается на этих самых площадках, демонстрационных площадках. Всю информацию, в принципе, можно найти на сайте юнитский инженер. Вот здесь вот под этим самым слайдом написано этот самый... Можете записать себе вот этот сайт. Зайдете на него, там полная информация по всем разработкам, по всем документам, по всем, значит, документам, которые уже имеет компания. Сертификаты, патенты, все там можно найти. Так вот, для чего, в принципе, нужен... Для чего нужен такой... Такой вот транспорт, да? Ну, как бы, да, вот... Действительно, перед тем, как вот выйти на транспорт, на рынок, да, для эксплуатации уже этого транспортного средства, особенно связанного с перевозкой таксо-людей, пассажиров, конечно, все должны пройти множество тестовых испытаний. И документы, подтверждающие, что струнный транспорт уже прошел это испытание, можно также найти без труда на сайте. Вот, и я уже, как сказала, что технология получила 83 патента в 18 странах, начиная от США до Китая. Сертификаты, патенты, награды, и, как я сказала, уже можно найти на том сайте, если для самых любопытных, самых, так сказать... Итак, несомненно, несомненно провести такую титаническую работу, да, титаническую работу одному человеку не под силом. Так, мы куда-то перескочили уже. Мы перескочили, перескочили. Ага, сейчас, минуточку, минуточку. Ага, ага, уже несколько видов слайдов. Так вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Немножко перескочили, я уже, как бы, да... Ага, вот они, все понятно. Так вот, транспорт, да, по струнным рельсам, он перемещается над дорогами и над водой. Как бы он не мешает другим видам транспорта передвигаться. Вот как здесь на этой картинке показано, да, вот дорога свободная идет, и сверху перемещаются вот такие вот грузовые транспортные средства, скайвэевские. Вот, и они друг другу не мешают. И также, вот, с правой стороны картинка, тут тоже показано, что на морских, вот, значит, в морских портах такая же ситуация, что он легко интегрируется, вообще, как бы, передвигается над водой, и над, так сказать, над дорогами, над надземными дорогами. Вот, и мы уже, как сказали, что... Ага, ага. Вот. Вот, транспорт, он перемещается над дорогами и над водой, не мешая другим видам транспорта. Он легко интегрируется с любой средой, занимая минимальное место на поверхности. Вот, и, в принципе, на этот, на транспорт, на наш, да, оно не влияет ни горы, ни леса, ни водные пространства, и они не являются препятствием. Для струнного транспорта не нужно выравнивать никакой рельеф, перекрывать пути миграции животных для того, чтобы построить вот такую дорогу, и уничтожать плодородный слой почвы. Все это мы не будем делать. Для него нужен, конечно, самый минимальный землетвод. А по современным способам доставки строительных этих конструкций, летающими беспилотниками, это тоже предусмотрено, как бы, технологией, потому что, действительно, вот в такие труднодоступные места может только перемещаться какие-то вот такие воздушным путем, и у нас такое предусмотрено, что у нас есть такие средства, которые будут по воздуху доставлять крупные грузы, ну, в такие труднодоступные места. Так вот, это так называемые летающие беспилотные беспилотники. И здесь, в данном случае, не нужно прокладывать подъездных путей к месту установки опор. И струнный транспорт также легко вписывается как в природный ландшафт, так и в городскую инфраструктуру. Посмотрите, вот это линейные города будущего, да, которые, в принципе, они интегрируются с путевыми структурами. То есть, посмотрите, через них проходят вот эти все линейные дороги, линейные вот эти струнные дороги, и перемещаются от одного здания к другому именно вот таким вот способом. И очень это правильно. Вот дальше пойдемте. На начало 20-го года струнный транспорт был представлен на 19 крупных международных выставках. И он всегда привлекал огромное число посетителей. Просто все были в восхищении, все были в шоке от такого вот увиденного, против которого просто невозможно пройти мимо аппарата, который поражает своей футуристической формой. Вообще удивительно. Вот здесь даже вот на этом слайде, сверху, с левой стороны, шведские канатники, транспортники, они с таким удивлением смотрят на этот самый, в сторону нашего транспорта, который был представлен. А представлен действительно вот этот самый июний лед. Такой красавчик наш, этот наш дельфинчик. И были, конечно, там все в таком восторге от увиденного. Это здорово. Привлекает внимание как раз и конструкция, и сама концепция транспорта. Вот это мы уже сказали о том, что инженер Юницкий у нас как бы получает сертификаты на все вот эти виды транспорта. Это мы уже тоже с вами прошли эту тему. Вот. И посмотрите, все вот эти документы, как я сказала уже, можно будет найти на сайте Юницкий инженер. Так вот, несомненно, что провести такую огромную тектоническую работу не в силах одному человеку. И для этого в Минске, Республика Беларусь, была создана компания заостровной технологии, то есть, которая занималась реализацией вот этого самого проекта. Реализацией и постройкой вот этих транспортных средств, путевых структур. И в этой команде у Юницкого уже работает более тысячи человек. Уже с 2019 года в компании там уже более тысячи человек работает. Конструктора, технологи, дизайнеры, всевозможные там, я не знаю, экономисты, юристы. Целый штат, огромный штат, который занимается именно продвижением и разработкой технологии этой самой. Уже там есть 80 отделов, конструкторских бюро. Вообще общая производственная суммарная площадь недвижимости этой составляет 10 тысяч квадратных метров. Конечно, будет еще расширяться, я так думаю. Потому что компания слишком гигантская. И решать проблемы нужно огромному количеству человек. Также имеется собственное производство недалеко от Минска. Имеется цеха производственной, высоко технологичной, высоко такие, на котором производятся, делаются вот эти самые наши транспортные средства. Продолжение следует... 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 Немножко меня вышибло, немножко на что-то не туда нажало. Так, давайте продолжим быстренько. У нас время осталось немножко. И, в принципе, можно уже остановить запись. Так, хорошо. Презентация. Сейчас загрузится опять, а то техника. Техника, как говорится, на грани фантастики. Сейчас идет загрузка. Сейчас мы посмотрим до конца вот эти самые слайды. И я потом поставлю вам такой обобщающий презентационный ролик, который как раз рассказывает обо всех наших наработках. Интернет медленный. Постоянно обрывается. Так что не взыщите, пожалуйста. Очень-очень медленно идет. Сейчас минуточку. В принципе, я в любом случае вас призываю к тому, чтобы не останавливаться, как говорится, на достигнутом. Если вы здесь партнеры, либо гости этой самой презентации, которые еще ничего не слышали про компанию, в принципе, можете продолжить. Я вам об этом сегодня скажу, как и что нужно сделать. Итак, смотрите. В 2016 году компании было предложено место для того, чтобы начать строительство демонстрационного участка для демонстрации именно транспорта SkyWay. Это было предоставлено правительством Белоруссии на территории, так сказать, под Минском, в районе поселка города Марина Горка. Вот такую территорию нам в 2016 году в размере 36 гектаров предоставили. Это бывший танковый полигон. Бывший танковый полигон, который, представляете, после этих самых танков, каков был, каков рельеф был. Весь в Рытвинах, весь, так сказать, в Колдобинах и так далее. Но, посмотрите, прошло не более трех лет, и во что превратилась эта местность. Она просто стала каким-то уникальным оазисом. Здесь уже построены несколько видов дорог, уже демонстрировались и проезжали, и даже катались люди на этих самых транспортных средствах, которые по этим структурам передвигались. И демонстрируют все их высокие качества. Кроме того, не только технологические, тут как бы у нас техническое и технологическое наш показ. У нас тут еще имеется вот такой замечательный сад. Не просто сад, это целая плантация фруктовых насаждений. Яблони, груши, всевозможные ягодные кустарники. Очень шикарные такие вкусные плоды, которые мы имели удовольствие в 2017 году пробовать, кушать и, так сказать, наслаждаться этим. Это все входит в концепцию именно экологического, технологического, так сказать, вот этого кластера. То есть, поэтому и называется этот парк «Эклоэко-технопарк». Итак, поехали дальше. Вот таким вот образом выглядит этот самый парк уже сейчас. Вот такие ездят транспортные средства. Каждый год во время кофеста приезжают сюда очень огромное количество, ну, более тысячи, до десятка тысяч, значит, партнеров со всего мира. То есть, они приезжают для того, чтобы посмотреть, что же сделано за год на этой самой территории. Каждый раз удивляются всевозможным новшествам, которые там они видят. И каждый день «Эклоэко-технопарк» удивляет этими самыми, этими новыми творениями. Так вот, сам по себе, вот видите, такие вот инновации, да, и грузовой транспорт, и легкий такой вот транспорт, который, вот я сейчас покажу, вот он, такой вот легкий транспорт, да, это тоже инновация, в принципе, он не был запланирован, но вот по сложившимся, так сказать, обстоятельствам или ситуации, ну, создали вот такой вид транспорта, он в основном предназначен на не очень большие расстояния, в основном в сельских местностях, да, вот быстрый, легкий такой передвижной такой транспорт. Ну, и вот с этой стороны путевая структура у нас как раз показывается, как ездят на такой вот ферме, да, вот ее называют еще как бы фермы, то есть подвесной вариант, Юникар едет и сверху может одновременно ехать и высокоскоростной наш Юнибус, ну, Юнилёд, мы его так называем. Вот это такие новшества, в принципе, и показывает наш, так сказать, эко-технопарк ежегодно для партнеров всего мира, и на нем действительно собирается огромное количество, огромное количество людей, и радуется. Итак, именно в сентябре 2018 года начато строительство инновационного центра SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах, именно в Эмирате Шаджа. Почему именно там и зачем? Ну, в принципе, это если хотите там ответить на такие вопросы, то, в принципе, можно будет об этом отдельно поговорить, но я хочу сказать, что инновационный центр SkyWay в Шадже это научно-производственный кластер, который станет аванпостом группы компаний SkyWay при выходе на рынок Ближнего Востока и Азии. И вот эти вот фотографии, да, уже сделаны в 2019 году, это реальный уже действующий, как бы сказать, вид транспорта, именно в Шадже, в Эмирате, уже построены там вот эти транспортные пути, да, вот и для непосредственно для климата, для такого жаркого климата были созданы вот эти транспортные средства, Unicar, Unibus, да, специально для таких вот суровых климатических условий, где жара достигает до 40 градусов и, значит, песок кругом, да, ветры соляные, это очень, как бы, ну, вот как раз такие условия нужно было испытать, наш транспорт именно в таких условиях, и он прошел отличное испытание. Как бы вот транспорт, да, вот в этих Арабских Эмиратах, он, как бы, является доказательством, что эта технология может работать в любых климатических зонах планеты. Скорее всего, скоро доберемся и до Антарктиды, чтобы использовать там вот наш этот самый транспорт. Ну, все, все возможно, да. Ну, и, как говорится, нет никаких сомнений, что все это будет воплощено в жизнь. Это уже не, так сказать, венчурный проект. И, как бы, да, вот видите, вот такая ситуация, то, что вот здесь на картинках это фотомонтаж, но все это уже ближайшее будущее наше. Это будет действительность. Это будет действительно так, как вот показано. Так вот, о перспективах применения технологий я сейчас не буду останавливаться. Я хочу поставить вам ролик, который, в принципе, он объединяет все то, что вот сейчас мы с вами, я вам рассказывала. Все это вот в одном ролике можно будет посмотреть. Я пока отключусь, потому что мешает. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до трех раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты от жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование Haas, которые применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил два Гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представлен на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижение проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». Пять типов трасс, 11 видов струнного транспорта и тысячи пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway в Шарже. Трассы, лаборатории и инфраструктуры линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых в Skyway это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой флаг в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Ну вот как-то я включусь. И хочу предложить вам, уважаемые друзья, посмотреть еще один ролик. Именно то, чем мы будем в ближайшее время заниматься. Это именно компания Skyward Community, которая является официальным представителем компании Skyway, которая занимается финансированием проекта Skyway. и доставкой, так сказать, этих самых финансов до непосредственно для строительства именно эко-технопарка. Давайте посмотрим еще один ролик. Проект Skyway. С момента основания мы работали как краудфандинговая площадка. Но я думаю, что сегодня... Дорогие друзья, уважаемые инвесторы и партнеры. В апреле исполняется 5 лет с момента запуска нашего проекта. За эти годы мы прошли большой путь с каждым из вас. Привлекли инвестиции из 200 стран мира. Провели сотни конференций, семинаров и тренингов. Улучшили личный кабинет новыми инструментами продвижения. Перевели его на 25 языков. И, конечно, открыли сотням тысяч людей по всему миру проект Skyway. С момента основания мы работали как краудфандинговая площадка. Но я думаю, что сегодня мы нечто большее. Мы – международное сообщество людей, объединенное с созданием безопасного будущего. Поэтому мы хотим дополнить новым смыслом всем знакомую аббревиатуру SWC. Начиная с этого момента, мы не просто Skyway Capital. Мы Sky World Community. Мы настроены работать долгие годы. И поэтому хотим в 2020 году расширить направление нашей деятельности и, конечно, улучшить нашу работу по текущим направлениям. Большое значение в нашей работе имеет качественная презентация струнного транспорта. Мы хотим, чтобы партнеры могли правильно и ярко доносить значимость проекта до потенциальных инвесторов. Для этого мы подготовили новое видео, которое расскажет о технологиях, преимуществах проекта и его плана. Я думаю, что сегодня любой продукт в сфере финансов и инвестиций должен становиться проще и доступнее. Поэтому мы разрабатываем специальное приложение, чтобы упростить инвесторам и партнерам работу с личным кабинетом. Вы сможете получать уведомления, читать новости, которые я читал прямо с экрана смартфона. Вы постарались сделать работу с личным кабинетом еще проще и еще доступнее. Также в 2020 году мы хотим уделить особое внимание образовательному процессу наших партнеров, чтобы повысить их квалификацию. Сегодня у нас 10 тысяч партнеров по всему миру. Некоторые работают с нами с основания компании, другие присоединились только вчера, но мы хотим помочь каждому добиваться лучших результатов. Для этого в этом году мы запланировали открыть свой корпоратив, чтобы повысить... Продолжение следует... Специальную систему рейтингов и вознаграждений Вы сможете сравнить свою эффективность с партнерами со всего мира и получить особую награду за свои усилия Ну вот такой... Да, сейчас я включусь... Продолжение следует... 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 Итак, хочу предупредить вас о том, что компания... Вернее, сказать вам о том, что компания запустила акцию по повышенному дисконту. Дисконт – два варианта. 1 к 60 либо 1 к 100. При 1 к 60 можно приобретать акции. Кстати, до 30 июня действует эта акция. Значит, из расчета 50 долларов в месяц в течение 12 месяцев. И по этому варианту можно будет по оплате, так сказать, пакета этого получить 36 тысяч долей акции. С хорошим дисконтом. Ну, дисконт, вы знаете, что это такое. Это как бы приобретение долей компании по заниженной цене. А номинальная цена, скажем так, одной доли у нас оценивается независимыми экспертами в 1 доллар. В 1 доллар, представляете, можете, значит, за эти акции, в смысле, эти доли вы приобрести, ну, скажем, за 600 долларов в течение года, когда будете оплачивать эти, значит, пакеты по 50 долларов в месяц, да, в течение 12 месяцев, вы можете в итоге получить не 600, как говорится, пакетов, да, вернее, не 600 долей, а целых 36, то есть в 60 раз больше, чем номинальная стоимость. Так вот, и второй пакет, да, второй вариант, это с дисконтом 1 к 100. То есть, если проплачивать ежемесячно по 100 долларов в течение, значит, года, 12 месяцев, то по окончании проплаты можно получить уже 120 тысяч этих самых долей. Давайте сейчас я поставлю еще один ролик, последний.